Продуктивной использованием прошла встреча Акима области Житсу Бейбата Исабаева с жителями Сарканского района. Ставшие уже традиционными личный прием граждан и расширенное заседание с общественностью состоялись в городе Саркант. Бейбат Исабаев поделился с жителями итогами года и планами развития края, а желающие смогли задать ему актуальные вопросы. Как оказалось, большинство жителей волнуют темы строительства жилья и социальных объектов, а также ремонта поселковых дорог. Что беспокоит сельчан больше всего, узнавала наша съемочная группа. Область Житсу – аграрный регион, ведущей отраслью которого является развитие сельского хозяйства. В этом году фермерами края освоено почти 520 тысяч гектаров посевных площадей. Большую лепту в этом направлении вносят и крестьяне Сарканского района, одного из ведущих регионов области. В нынешнем году здесь почти на 100 тысяч гектаров земли посеяно 32 вида сельскохозяйственных культур. В числе передовых ферм – крестьянское хозяйство «Полухин», занимающиеся посевом зерновых и других сортов растений на протяжении 21 года. В помощь фермерам здесь имеется 43 единицы различной сельхозтехники. Глава области ознакомился с состоянием фермы, работники которой на 4000 гектаров выращивают ячмень, пшеницу, кукурузу и сахарную свеклу. Мы сеем около 4000 гектаров. Около 40 человек у меня работают, механизаторы. В среднем зарплата около 300 тысяч в тенге. Техника вся дорогая, импортная, в основном вся в лизинге. Свекла, кукуруза, соя, пшеница. У нас все есть. Свекла 70 гектаров. Ну, планирую гектар 150 сеять на следующий год. Но все будет зависеть от погодных условий. Понимаете, сейчас все время погодные условия – это влияет на нашу работу. В целом по району сладким корнеплодом засеяно свыше 1300 гектаров земли. Разведением сахарной свеклы здесь занимается и крестьянское хозяйство Мухаммади. А в этом году семена свеклы посеяны на 160 гектарах. При этом планируется получить до 70 тонн с одного гектара земли. А для повышения продуктивности фермер применяет на деле водосберегающую технологию орошения. По словам специалистов, запуск Аксусского сахарного завода этой осенью откроет дополнительные возможности для дальнейшего увеличения объемов сахарной свеклы. То, что касается Аксусского сахарного завода, для полной загрузки Аксусского сахарного завода мы должны увеличивать площади посева именно в Алакульском районе, в Сарканском районе и в Аксусском. Если мы загружаем на полную мощность Аксусский сахарный завод, то себестоимость произведенного сахара, она будет ниже. Чем больше он перерабатывает, тем ниже себестоимость. Аксусский сахарный завод может переработать до 450 тысяч тонн за сезон. В ходе рабочего визита глава области провел личный прием жителей Сарканского района. Большинство граждан затронули вопросы необходимости строительства дорог, детских спортивных площадок и, конечно, жилья. Бейбет Исабаев, выслушав каждое обращение, отметил, что решение данных вопросов будет осуществлено в рамках закона. С просьбой о повышении объема субсидирования обратился главе края житель села Карабугет, Балтабек Аблкасимов, получивший сельхозтехнику для уборки сахарной свеклы. Для выращивания сахарной свеклы мы купили технику на более чем 400 миллионов тенге. А положенные субсидии до сих пор не можем получить. Все свои деньги вложили в дело. Сейчас у нас даже не осталось средств, чтобы кормить семью. Вы единственный аграрий, который приобрел сельхозтехнику на такую крупную сумму денег. Еще по нормативам положено выдать 50% субсидий от общей суммы, а это 210 миллионов тенге. Необходимо ускорить процесс выдачи субсидий и решить этот вопрос в течение месяца, чтобы уже в сентябре фермер мог получить государственную помощь. Подождите еще немного, и мы решим ваш вопрос. Диалог с населением Сарканского района продолжился в местном Доме культуры, во время которой Бейбет Исабаев остановился на итогах о проделанной работе за полугодие. По словам главы края, в этом году в области отмечена положительная динамика роста поголовья скота. А в настоящее время общее количество составляет 268 тысяч голов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году. Высокие показатели отмечаются также в промышленном производстве, насчитывающем 119 предприятий. По итогам шести месяцев текущего года производство продукции увеличилось на 6,8% и составило свыше 5,5 миллиардов тенге. До конца года планируется реализация еще двух проектов на общую сумму свыше 7 миллиардов тенге. Актуальным для района остается дорожный вопрос. Так, на ремонт трасс было затрачено 6 миллиардов 300 миллионов тенге. В планах развития и побережья Балхаша речь идет об открытии оздоровительного центра отдыха для детей. Рядом с озером Балхаш необходимо открыть бесплатный детский оздоровительный центр на 120 мест. Особенно такие центры пойдут на пользу детям с особыми потребностями, а также многодетным семьям. Для решения жилищного вопроса в текущем году из местного бюджета в городе Саркан было выделено почти 2 миллиарда тенге на строительство двух 60-квартирных арендных домов. Жилье предназначено для граждан с категории социально уязвимых слоев населения. Немало достижений отмечено в сфере здравоохранения и образования. Бейбет Исабаев, отвечая на вопросы жителей района, прокомментировал и ситуацию со строительством Дома культуры Амангельдинского сельского округа. В сельском округе Амангельды негде проводить мероприятия. Нам нужен Дом культуры, и мы просим вас помочь с его строительством. Если для разработки проектно-сметной документации необходимо 26 миллионов тенге, мы поможем и сможем выделить такие средства. Но не могу обещать, что в этом году, потому что ПСД выйдет примерно в середине следующего года. Если успеем, то сдадим объект в конце следующего года. Если нет, то только к 2025 году. Ратующие за культурное развитие своего района жители обратились к Акиму области с предложением по установке бюста Кумана Тастамбекова в районном Доме культуры, носящем имя известного деятеля. Бейбет Исабаев поддержал его, отметив данную инициативу у местной.